Добрый день! Жанчины. Загульной колькости удельников – 25% депутаты местных советов. Практично каждый пятый – представник социально-культурной сферы, адукации, охоты, здоровья. 8,5% – инженерно-технические работники. Коля восьми – представники везки. Олег Синтеров сустраился с некоторыми делегатами. Каждый делегат пятого всебелорусского – специалист в своей сфере, а тому все разом они могут принимать решения по любых пытаниях социально-экономического развития державы. Для того, что делегация Гомельской области – это еще с получением молодости и опыта у взрослых денег от нашего региона от 20 до 85 годов. Республиканский науково-практичный центр радиоактивной медицины и экологии человека – одна из ведущих медицинских установ в Беларуси. По выниках минулого года до речи, я но отримала премию белорусского урада за достигнение уголения якости. Сегодня центр заявляется главной организацией по оказанию специализованной медицинской допомоги на Сеницу, якою потерпела от катастрофы на ЧАЭС, а так само науковом забеспечении широкого державных программ. Сегодня действительно то, что достигнуто в Республике Беларусь в системе здравоохранения, в организации медицинской помощи, оно признано во всем мире. Но нам нельзя останавливаться на достигнутом. И нужно двигаться вперед, развивать те технологии, которые сегодня существуют в мире. Поэтому, конечно, первоочередная задача – это обсудить вопросы доступности к качеству медицинской помощи и дальнейшее ее развитие. Есть об чем сказать на пятом усебелорусским народным сходе и представникам агропромыслового комплекса. За последние 7-8 годов этот сектор зарабил значный крок наперед, что дозволило нас праве сказать об харчовой безпецы краины. А про это сегодня, а пока еще и экспортно-ориентованная галина, дякую чайкой Беларусь что год отримывая миллиарды долларов. Разум с ним делегаты от Гомельской области скажут об бирожливости и необходности больше рационального расходования сродков. Плюс больше уважливо подходит до процесса реформования, особливо, когда у господарков высокие вытворчие покажчики и зусим не дредная середняя зарплата. У колгаси 50 год Костричника Реческого района за пошли месяц, и она склала, например, 8 миллионов 200 тысяч рублей. Меня особенно интересует, почему должны реформировать колхозы, которые успешно работают, почему им предлагают другую форму работы. Если хозяйство ведет работу на уровне, своевременно платит зарплату достойную, рассчитывается по всем платежам с государством, с банками и ведет расширенное воспроизводство, по-видимому, и слово «колхоз» – это историческая форма собственности, она обязательно должна остаться, если не массово, то никогда она не должна исчезнуть. Олег Синчеров, Валерий Копанько, Евгений Макеенко, далее радует компания «Гомель». Сегодня белорусские абитуриенты сдали первое тестирование. Уступные выпробования начались с белорусской мовы. Сдавать родную мову у Гомельской области выказали жадание около 3000 абитуриентов. Нагадаем, на Гомельщине ЦТ проводится у шести высших научных установок – Мазырским педагогичным университете, Цветлогорским державным индустриальным колледже, Гомельским державным университете, Гомельским техничным университете, Белорусским державным университете транспорту и Белорусским гандлево-экономичным университете с поживецкой кооперацией. Тестирование будет проводиться до 27-го отширования по 15 предметах. Все лето сдавать уступные экзамены сбираются свыше 38 тысяч человек. Абитуриенты должны помнить, что в день проведения централизованного тестирования они должны прийти в пункт тестирования за 30 минут до его начала, иметь при себе пропуск, оформленный в установленном порядке, а также документ, удостоверяющий личность, а также ручку гелевую или капиллярную с чернилами черного цвета. В комитете Держконтроль у Гомельской области организована горячая телефонная линия по пытаниях уступной кампании. Номер телефона у Гомеля – 23 83 85. В разнекольки тыдня у Будда Кошалева будет введена в эксплуатацию мясокомбинат, который позволит створить 150 працованных мест. Додатковые колька человек планируется працалатковать и надеющих предприемствах города и района. Какие новые вытворжести заявятся в будущем, доведался Дмитрий Котов. В ближайший час у Будда Кошалева заявится новое предприемство с замежным капиталом. На месте былого убойного цеха райиспожилсоюза будет денежить мясокомбинат. Работы начались у Кострышнику минулого года, а уже в липени бегущих плануется увод объекта в эксплуатацию. При полной загрузке на предприемстве будет створено 150 працованных мест. Хорошая логистика. Здесь недалеко и дорога Линское направление, и Магиревское направление, то есть с учетом того, что компания имеет свои предприятия в России, то недалеко отсюда, в Смоленской области, то это очень хорошая логистика, и Беларусь всегда славилась своим сельско-производственным комплексом и сельскохозяйственными своими родителями. И народ здесь хорошо работает, и есть возможности поставки сырья, и плюс у нас в планах еще строительство откормочного цеха своего для полного запутанного цикла. Уверенность завтра, что мы у нас есть. Товариство с обмежеванной отказностью «Ваховяк плюс» у Будокошелева створено на месте былой птушкофабрики. Укласти сродки в беларускую экономику выросший у польский бизнесмен, який полечил наш регион выгодным местом для инвестиций. Предприемство, которое занимается перепроцовкой мяса буйной, рогатой живелой и свиней, начало свою деятельность у всех полторы годы тому. Теперь средняя выросшка на одного працующего больше за 520 миллионов рублей, а средняя заработная плата – 12 миллионов. Продукция предприемства «Ваховяк плюс» различена у основным на экспорт. Головный гандлевый партнер – Российская Федерация. На предприятии создано около 90 рабочих мест. В основном это жители Будокошелевского района, для которых созданы все необходимые условия для труда. Мы не останавливаемся на достигнутом и уже в нынешнем ходу планируется ввод в эксплуатацию цеха по производству колбасных изделий с созданием новых рабочих мест. Далеко молодых предприемств у района относится и «Лоджикбокс». Свою деятельность тут подшалють в 2013-м годе на базе объекта «Майомости», я кей не выкористовался. Предприемство вырабляет контейнеры и упаковки для мясокомбинатов, молочных и хлебозаводов. Так само сирот продукции – полипропиленовые и полистирольные пленки. На «Лоджикбокс» створено 67 працонных мест. До конца 2016-го плануется уведение новых вытворчих могутностей, что дозволит працалотковать ясчек а-ля 15 человек. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Будокошалевский район. Автопробегом на ретроавтомобилях отзначили в 85-ти годе энергетичные системы супрацовники предприемства «Гомель-Энерго». У святочной подорожей они накировались по маршруту «Гомель-Чачерск-Карма». Выбор формы святкования не выпадковый. У «Гомель-Энерго» захопление ретроавтомобилями – корпоративное хобби. Уся техника, которая удельничала у пробегу, а это 15 одинок – приватная властность супрацовников. Селитом маршрутом проведение акции обрали Чачерские и Кармянские районы. Тут энергетики не только организовали выставу ретро-техники, а и наведали помники охвярам Великой Чыной войны и Чарнобыльской трагедии. Уручили подарунки ветеранам войны и оказали материальную поддержку подшефным социальным организациям. У финишной кропцы маршрута в городе Карма прошел святочный концерт, подрехтованный так само властными силами энергетиков. Нынешний этот пробег, конечно, у нас под знаком 85 лет белорусской энергосистемы, но, как вы понимаете, нынешний год он особенный. Это 30 лет катастрофы на Чарнобыльской станции. Это 75 лет с начала Великой Отечественной войны. Поэтому мы, конечно, выбрали те районы, наиболее пострадавшие Чарнобыльской катастрофой. Зараз творчая группа программы «Добрый вечер» Гомель рыхтует до эфиру черговый выпуск. Говорка подзе про фитнес, накерунки, бодибилдинг и здоровый лад життя. В студию «Доброго вечера» завітают гомельчане, которые достигнули певных вершин в спортивных споборностях, а так само и те, кто делает наше жизнь активным и спортивным. Один из лучших Гомеля-инструкторов по аэробице и йозе. Нагадаем эфир программы «Добрый вечер, Гомель» глядите сьогодні, 13 червеня, у 19.30 на телеканале «Беларусь. Шатыры». Гэта иншая новинна вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.cvrgomel.by На гэтым выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинн и до сустречшего эфира.